Всем привет! В эфире нашего телеканала программа Калейдоскоп. И сегодня мы приглашаем вас на прогулку по парку. А заодно мы расскажем вам обо всем самым интересном, что произошло в нашем городе за минувшую неделю. Вообще я по парку люблю не столько гулять, сколько читать книжку, сидя на скамейке. А я вот люблю читать везде. И в парке, и в маршрутке, и дома. Даже иногда на работе читаю. То есть ты книгоман? Ну, наверное. Вот, кстати, для таких, как я, устроили фестиваль «Книгомания». На нем побывала и наша съемочная группа. Городская акция «Книгомания» в Рязани проходит уже в третий раз. На протяжении трех дней горожане могли обменять здесь свою книгу на любую понравившуюся. Взять, почитать литературу из фонда библиотеки имени Горького, а кроме того, поучаствовать в интересных играх, мастер-классах и конкурсах. Солнце все-таки жарко, летнее. Всегда можно зайти в библиотеку, пройти либо какие-нибудь увлекательные экскурсии. Вот у нас тут каждый день проходит экскурсия книжных судеб «Таинственная вязь». Очень интересная. И по лабиринтам кровического депозитария тоже можно пройтись. Свою главную задачу организаторы акции видят в повышении интереса молодежи к чтению. Сейчас везде пишут, что молодежь мало читает, люди читают. Но сейчас появились различные виды чтения. Мы читаем газеты, мы читаем паблики в интернете, какие-то статьи. Я не думаю, что стали меньше читать. Стали читать по-другому. Но всегда были люди читающие и не читающие. Мы просто хотим, чтобы читающих людей было больше. Сегодня для обмена здесь представлена только легкая литература, фантастика, фэнтези, детективы. Но, как считают организаторы, с чего-то надо начинать. Пока что наша задача привлечь хотя бы к такому развлекательному жанру. А потом уже более такое глубокое чтение, развивать читательский вкус у людей впоследствии. Когда они уже узнают, что библиотека – это не страшно, они придут к нам. И тогда уже наши книжные выставки, подготовленные из фонда библиотеки, помогут им сформировать хороший читательский вкус. К литературе и чтению приобщают здесь и малышей. Но так как детям в этом возрасте все-таки интереснее играть, то делается это в развлекательной игровой форме. Не то, что мы им даем книгу, открываем и говорим, вот, берите, читайте. Мы сначала их заинтересовываем такими необычными формами, как, вот, например, бассейн. Мы его поставили для того, чтобы дети, во-первых, смогли научиться делать свой кораблик. Но самое главное – это то, как они его назовут. То есть они должны его назвать литературно, в честь какой-то книги. То есть отправить в плавание свою любимую книгу. Организаторы надеются, что подобные акции смогут вернуть нашей стране статус самой читающей страны в мире. Да, вот такой вот необычный и интересный фестиваль получился. Замечательный, да. Я-то, кстати, тоже побывала на одном музыкальном фестивале. Когда наша съемочная группа ехала на фестиваль, настроение было скептическим. Погода в день проведения городского Open Air Rock Fest значительно испортилась. То и дело занимался дождь, и холодный ветер заставлял прохожих взябко путаться в кофты и утки. Однако, когда мы добрались до Центрального парка культуры и отдыха, это настроение быстро изменилось. Музыка и громкие призывы ведущего из глубины парка обещали – там теплее. А на территории самого фестиваля собрались танцоры. Оказалось, что брэк-дансерам нипочем ни дождь, ни ветер, ни холод. Летний фестиваль позитивного отдыха состоялся. Несмотря на ненасти, танцоры под зажигательную музыку хип-хоп разогрели обстановку вокруг танцплощадки. Первый фестиваль мы делали всей командой. Чифро, как Реу. Сейчас мы участвуем в роли участников. Вклад в общую культуру и в хип-хоп культуру просто огромный. То есть это очень крутые судьи приехали, очень крутые участники. И рязанские танцоры, которые будут участвовать здесь на брэк-данс фестивале, они как бы получат прокач на нашем языке. То есть они получат опыт, скилз. Такой фестиваль прошел в городе во второй раз. Съехались на него ребята из разных областей. По признанию танцоров, для того, кто связан с хип-хопом, место дезлокации неважно. Увидел, что будет фестиваль, собрался и поехал участвовать. Вот, скажем, ребята из Липецка прибыли с благородной целью. Мы, пацаны, из Липецка. Мы приехали, чтобы бороться за приз и потом отдать его в детдом в Новомичуринске. Гвоздем программы стала группа Каста. Музыканты вышли на сцену, сменив зажигательных танцоров. Вот так в непогожий летний день фестиваль Рок и Фест в очередной раз доказал. Тепло, способное согреть даже в лютый холод внутри каждого из нас. А что это мы с тобой все о фестивалях, да о фестивалях? У нас что, больше ничего интересного в городе не происходило? Почему же происходило? Например, в Музее молодежного движения выставка открылась. Более слава России. Имя художника Олега Лопатухина вряд ли широко известно даже в среде тех, кто увлекается культурой. Все дело в том, что 66-летний художник начал заниматься живописью только в 2007 году. При этом рисовать он нигде не учился, а потребность творить пришла к нему сама собой. Наивной живописью занимаются люди, которые никогда нигде не учились, в том числе и живописи. А вдруг ни с того ни с сего, а может быть сверху указания получили, берут в руки карандаш, кисточку или еще что-то и начинают рисовать то, что у них есть в душе. Вот то, о чем я думал, 60, уже скоро 6 лет, вот все об этом, о том, чем я радуюсь, что у меня болит, все я рисую. Выставка с многообещающим названием «Боль и слава России. Изографическое исследование» – это аналитическая работа автора по военной истории России от средневековых сражений до военных конфликтов нашего времени. Работа автора отличает своеобразный взгляд на историю, толкование далеких событий с позиции человека, неравнодушного к судьбе своей Родины, чувствующего личную ответственность за дальнейшую ее судьбу. Талантливый человек – это личность, поэтому он ищет, личность ищет, как высказаться. Вот он нашел форму своего высказывания, своего отношения к жизни, что происходит. Это его творчество, творчество наивного художника. Словно наивные здесь относятся к стилю, но не к самим вещам, потому что сами вещи очень серьезные. Сейчас художники-профессионалы мало делают сюжетных вещей, рисуют больше пейзажа, цветочки, а здесь человек рассказывает свою жизнь, историю страны. Это очень важно и это очень уникально. Может быть, потому что он и не отягощен какими-то профессиональными вещами, это дает ему свободу высказываться как угодно и на любую тему. Выбранная форма повествования доступна и для самых неискушенных зрителей, и для тех, кто надолго задерживается возле каждого полотна, разгадывая тайны, смыслы и символы, изображенные автором. В последних вещах он осваивает стилистику народной росписи. Это очень серьезные вещи. И там и символику он использует, и свою интерпретацию. Эти работы приятно, раз не только приятно, но и интересно рассматривать. Но вообще в его работах много деталей. И эти детали действительно несут многое. Они рассказывают, дополняют общий смысл картины. И сделаны они интересны. Эти картины приятно рассматривают. Стиль, в котором работает автор, можно определить как наивное искусство. Творчество наивных художников сегодня особенно внимательно изучается в культурной среде. Я не могу сказать, что любимое, но наиболее привлекающее внимание это... Ну, теперь уже можно говорить эпоха Великой Отечественной войны. Мне ближе, потому что я сын офицера, пришедшего с той войны. И для меня это очень близко. Ну, очень много из моей семьи погибло на этой войне. Много умерло в ленинградскую блокаду родственников. Так что для меня это очень близко и больно. Наивные художники самостоятельно ищут и находят новые приемы и средства выразительности. Принцип такого искусства – зафиксировать историю катастроф. Не случайно и то, что открылась выставка накануне Дня скорби, 22 июня, автор посвятил экспозицию памяти павших на полях сражений русских солдат. Познакомиться с творчеством Лопатухина можно в Музее истории молодежного движения. Ну, а теперь наша традиционная рубрика «Извольте отведать». И сегодня мы расскажем вам об овощах и фруктах. Еще в детстве мамы и бабушки внушали нам простую истину. Чтобы быть здоровым и сильным, нужно кушать много фруктов и овощей. И употреблять их в пищу необходимо круглый год. А сейчас, пока лето в разгаре, стоит поторопиться, чтобы запастись свежими витаминами прямо с грядки. Тем, у кого времени на собственный огород нет, приходится закупаться в магазине. Когда мы подходим к прилавку с ароматными плодами, руки так и тянутся к кошельку. Для того, чтобы не разочароваться, придя домой, и не морщиться при виде недозрелой или подгнившей мякоти, нужно знать некоторые хитрости выбора. При покупке фруктов и овощей необходимо обращать определенное внимание на ряд вещей. То есть нужно узнавать, где овощи и фрукты были выращены. То есть это нам даст информацию о сезонности. То есть если фрукты были выращены в сезон, их спелости, то они будут содержать весь комплекс необходимых минеральных веществ, витаминов, которые будут приносить только пользу организму. И обращайте внимание на то, чтобы фрукты были в сетках. То есть если в сетке, они прошли строгий контроль, прежде чем попасть на прилавки магазинов. Также обращайте внимание на форму и внешность. Не должно быть никаких изменений. То есть я имею в виду про гнилостные какие-то пятна. То есть если одно пятнышко имеется, это говорит о том, что уже на 30% витаминов в этом фрукте меньше. Также на запахи. Должен быть приятный запах. Если какой-то запах уже испорченности, такие фрукты лучше не приобретать. Слишком большие фрукты и правильные формы говорят о том, что они выращены на пестицидах, и никаких полезных веществ они не имеют. В природе нет идеальных форм. И неказистые, какие-то некрасивые лучше приобрести, чем идеально большие, ровные и блестящие. В первую очередь он должен обратить внимание на цвет товара, на состояние товара. Немятый товар, хороший, свет яркий, немятые бачки. Помидоры, хранящиеся в холодильнике, быстро утратят свой аромат, поэтому лучше держать их при комнатной температуре в сухом месте, куда не попадают прямые солнечные лучи. С грушами и яблоками тоже все просто. Внешний вид – основной показатель качества. Товар должен быть свежий, должен быть красивый на вид, должен, естественно, запах от него быть нормальный, свежий. Если он, конечно, гнилой, подвядший товар, это уже плохого качества товар, и того, какой товар я не советую брать. На что вы обращаете внимание, когда выбираете овощи в магазине и фрукты? На качество смотрим. На общий вид. Смотрим на продукцию, чтобы была хорошая, красивая, естественно, полезная. К выбору ягод главного летнего лакомства стоит отнестись особенно тщательно. Ягоды – капризный продукт, хранятся недолго. Если все-таки вы приобрели и сомневаетесь в пользе фруктов, можно замочить на 20 минут в холодной воде, добавив туда лимонный сок. И мы уже немного предотвратим вредные вещества, то есть уйдут уже из этих фруктов. Невозможно остаться равнодушным к этой красивой, ароматной, сочной и очень полезной ягоде. О многом может сказать ее аромат. Если клубника совсем не пахнет, лучше не покупать. Идеально выбрать клубнику с еще зелеными хвостиками. Это лучше всего укажет на ее свежесть. Клубнику нельзя мыть при хранении. Ягоды должны быть сухими. А если вы все же сомневаетесь, можно выбрать и замороженный продукт. Тем более, что в таком виде абсолютно любые ягоды доступны во все времена года. Заморозка в конечном итоге на ягоды не влияет вообще. При заморозке, наоборот, сохраняются свойства. Ягоды хранятся намного дольше, потому что ягода скоропортищийся продукт. Если вы хотите его держать дольше, то, конечно, в замороженном виде они будут храниться намного дольше. Так что не упускайте момента. Пока светит солнце и прилавки магазинов радуют глаз обилием спелых свежих плодов, запасайтесь витаминами на целый год. Ну а на этом наша программа подошла к концу. Увидимся с вами в калейдоскопе новых интересных событий ровно через неделю. До встречи! Салон красоты Византия, площадь Политаева, торговый центр «Кристалл», второй этаж. Телефон 99-26-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»